Вы готовы? Давайте мы, может быть, постоим. Да, хорошо, давайте. Вот. Как говорят, за такое своеобразие не только в жизни, но и в творчестве и полюбилась публике Гузель Яхина. Ее дебютная книга уже была обласкана критиками, премиями и переведена на 20 языков мира. Писательница признается, после такого успеха было страшно приниматься за второе произведение. Но это-то и стало ее солью или ледь мотивом. Тема страха, несомненно, для меня очень важная. И она, мне кажется, стала тем цементом, который скрепил достаточно-таки разнородные куски этого текста. Роман «Дети мои» посвящен первым годам советской власти и поволжским немцам. Как и в Зулихе, на аванс сцену произведений выходят и татарские семьи. Главный герой пишет сказки, которые потом чудесным образом воплощаются в жизнь. Мне кажется, второй роман все-таки более глубоким, чем первый. Я надеюсь, что он так получился. Но тема действительно похожа. Есть перекличка тема маленького человека на фоне большой истории. На презентацию новой книги пришли несколько сот человек. Многих интересовало, откуда писательница так детально знает ту далекую эпоху и как это у нее получается так занимательно описывать события. Такие вкусные прилагательные, метафоры. Иногда бывает, что ты прочитаешь предложение, а хоть перечитай прям наслаждение вот этим слогом. В эту книгу нельзя погружаться сразу. К этой книге надо подготовиться и читать ее осмысленно. Достаточно философская книга. Сегодня Гузель Яхина анонсировала появление своего третьего романа. В нем действие развернется в ту же эпоху, что и в двух первых. Светлана Звонарева, Дмитрий Аринин, Амирзалюшев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова